Мы одно целое. Чита Паларотовых отметила 52 года со дня своего бракосочетания. Глава городского округа Александр Баранов в торжественной обстановке вручил семейной паре медаль за любовь и верность. В чем секрет долгой и счастливой семейной жизни? Чита Паларотовых знает некоторые секреты. Два года назад пара отметила золотую свадьбу, а в этом году супругам вручили медаль за любовь и верность. 52 года вместе, душа в душу. Александр и Зинаида Паларотовы говорят о себе как о едином целом. Мы неразделимы. В далеком 66-м году, рассказывает Александр Васильевич, гуляли с другом по улочкам Владивостока. И на одной из них он встретил любовь всей своей жизни – Зинаиду Серафимовну. Возвращаемся уже под вечер в училище. Смотрим, идут две девицы. Вот одна, вторая там. Осталась во Владивостоке. Познакомились, пригласили на танцы. Это 2 октября было. Ну вот и все. И вот уже 52 года. Я коротко сказал, что мы практически получили… Ну мы единое целое. Ну столько лет, 66-го года, 2 октября 66-го года, ну представляете, какой-то срок. Ну это длинная, долгая жизнь. Вот поэтому она подумает, я знаю. С тех самых пор Александр Васильевич стал для Зинаиды Серафимовны опорой и защитой. А она для него надежный тыл и источник вдохновения. Вместе они прошли длинную, непростую, но очень насыщенную жизнь. Александр Васильевич, окончив Тихоокеанское военное училище, стал настоящим бравым офицером, патриотом своей родины. Зинаида, в свою очередь, став женой военного, полностью посвятила себя негласной профессии. Она стала истинной женой офицера. После училища я сначала был назначен в Владивосток, в бригаду торпедных катеров. А потом корабль на следующий год уже перегнал в Петропавловск. Вот там родился сын Денис в 1975 году. Вот. А потом проведение, а потом Владивосток, а потом небольшой перерыв Академии в Ленинграде, а потом, а что потом? А потом находка, а потом анализ. Сейчас, листая альбомы с фотографиями, на которых отображены события прошлых лет, им самим не верится, что столько уже прожито. Оба сейчас на пенсии. Но для них это не повод скучать. Зинаида Серафимовна балует мужа, детей и внуков вкуснейшей выпечкой. Александр Васильевич держит в порядке дом, дачу и в свободное время развлекает близких необычным занятием, фокусами. Сложная и непростая профессия морского офицера не помешала развивать параллельно творческие способности. Виртуозные фокусы в руках Александра Васильевича поражают всегда любого гостя. Смотри. Показывай еще раз. Видишь? Вот пульс, видишь? Понимаете, расслабляешься? И, конечно, это лишь малая часть тех талантов, которыми обладают оба супруга. Из истории их жизни было понятно, что возможность в дальнейшем устроить свою жизнь у них была в любом уголке нашей страны. Но неповторимая природа Дальнего Востока покорила их сердца. И семья Поларотовых решила остаться на берегу Японского моря в уютном, красивом городке под названием Фокино. Здесь пару уважают и ценят. В этом году чета Поларотовых получила высокую и достойную медаль за любовь и верность. Медаль является общественной наградой, учрежденной Организационным комитетом по проведению Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации. Отметим, что такой медалью награждаются супруги, получившие известность среди сограждан крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, а также добившиеся благополучия, обеспеченного совместным трудом, воспитавшие детей достойными членами общества. Такой медалью в нашем городском округе награждается лишь одна семья один раз в год. В торжественной обстановке в городском ЗАГСе глава городского округа Александр Баранов вручил грамоту, медаль и букет цветов героям самого прекрасного чувства на земле под названием «Любовь». Прежде всего, обращаясь к Зиме Серафимову, искренне уважение и поклон за то терпение, которое за много лет с отружеской жизнью, которое дало вам сохранить семью, вырастить прекрасных детей, сохранить здоровье мужа, свое здоровье сохранить, потому что военная служба Александр Васильевич служил, где только не служил, начиная там с Чукотки и заканчивая здесь. Даже ездить за ним уже ходит, говоря на то, что терпеть вечное отсутствие, вечные проблемы бытовые, которые рождает наша военная служба. Все это вы перетерпели. Все это стало основой вот такого замечательного события, как большой юбилей и награждение, замечательной медалью, которую общественный комитет учредил. Что хочется указать? Еще юбилей и еще юбилей, и чтобы дети повторили ваш подвиг. Спасибо и поздравляю. Слова радости и поздравления высказал супругом и настоятель храма святого апостола Андрея Первозванного Иерей Роман. Он отметил, что такая семья является примером для молодого поколения. Мы вас благодарим, во-первых, что вы явили такой пример. Как было сегодня сказано, в жизни пройти это не поле педики. Вы сами это прекрасно знаете. Единственное, что хотелось бы, чтобы больше молодежи знали такие примеры. Дай Бог, чтобы у будущих поколений семейная ценность, семья стала на тот уровень, на который необходим, на который она должна стоять. Чтобы семья ассоциировалась со своей связкой. На вопрос, а как же сохранить семейные отношения, супруги отвечают, что основополагающее чувство для крепкой семьи – это любовь. Любовь наполняет человека, делает его лучше, добрее, смелее и человечнее. Любящий становится крайне бережным по отношению к партнеру, внимательным к чувствам и переживаниям, стремится помочь и сделать другому хорошо. Любовь вне времени и пространства. Истинному чувству не страшны расстояния, долгие ожидания, внешние преграды. Любящие по-настоящему смогут преодолеть все на свете и остаться вместе. Любовь – это фундамент, но не целый дом. Кирпичики-отделка – это другие компоненты, которым нужно учиться и ежедневно использовать. Любовь снесет все только тогда, когда рядом с ней работают над отношениями и другие чувства и состояния. Любовь переросла, будем так говорить, она, наверное, осталась, но переросла в нечто иное, в единый организм. А потом всю жизнь, она всю жизнь за мной, всю жизнь вместе. У меня уже третья медаль. Есть медаль «Жена офицера», всю жизнь около него. Около него, если, как девчонки были, приехала сюда, ой, деревня, да, и опять в Москву, в Ленинград. Вот, а я за ним, чтоб не потерять. В этот праздничный день для прекрасной семьи Поларотовых было много поздравлений и подарков. Немалым сюрпризом для них стало поздравление сотрудников Центра культуры и искусства «Спутник». Вокальный коллектив «Услада» подарил несколько музыкальных композиций, в которых прозвучали слова с пожеланием мира в доме, счастья детям и, конечно же, пожелание о том, чтобы любовь всегда царила в доме прекрасной семьи. Да будет дом ваш полной чаши счастья, Детям ваших мира, Света и любви. Да будет ваша жизнь богата, Все в семье как надо, И согреты ваши дни. Да будет дом ваш полной чаши счастья, Детям ваших мира, Света и любви. Да будет ваша жизнь богата, Все в семье как надо, И согреты ваши дни.